Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава книги Иисуса Новина, перевод российского библейского общества, я его читаю для библейского портала экзегет. Итак, израильтяне перешли Иордан и стоят между Иорданом и городом Иерихоном, это первый город, который они завоюют. Ура в атаку! На бой! Вперед! Неа! Пятая глава совсем не об этом, потому что есть вещи важнее. Атаки, боя, победы, поражения. Какие же? Цари Амареи в чреземле лежали к западу Иордана и Хананеи в чреземле лежали у моря. Это два основных народа, которые живут в Ханаане. Узнали, что Господь остановил воды Иордана, чтобы израильтяне перешли его. Замерли от страха сердца этих царей. Ни у кого не было смелости противостоять израильтянам. Смотрите, во второй главе мы читали про планицу Рав, которая еще даже до того, как они перешли Иордан, уже знала, что с ними Господь, потому что они перешли через море, потому что они победили царей еще там на восточном берегу других. И она присоединилась к израильтянам. Цари Амареев и Хананеев оцепенели от страха. Тоже могли постараться что-то сделать, как-то присоединиться к израильтянам, сдаться без боя и сказать, сделайте нас такими же, как вы, мы готовы. Но блудница почему-то смогла. А может, ей терять было нечего? Ну, кто она такая городская проститутка, живет в каком-то убогом домишке? А кто такой царь города? Власть. Как расстаться с властью? Как сказать, это все теперь не мое? Нет. Ни за что. Но и силы нету противостоять. Состояние такого оцепенения, когда человек вцепился в то, что он считает своим, это массовое явление. Вы скажете, а как же присоединиться? Ведь вроде как бы это не предполагалось. А вы что думаете, израильтяне прям все такие были готовые к тому, чтобы быть израильтянами? В то время Господь сказал Иисусу, сделай каменные ножи и вновь соверши обрезание израильского народа. Иисус сделал каменные ножи и совершил у холма Аралот обрезание израильтян. Что значит вновь соверши? Понятно, что второй раз обрезать невозможно. Просто технологии уж, простите, не буду объяснять почему. Не позволяет. Значит, израильтяне к этому моменту не обрезаны. Они были обрезаны, когда они выходили из Египта, надо полагать. Но по дороге как-то это все забылось, потерялось. Сейчас совершать обрезание в принципе нетрудно. Но в пустыне не очень удобно, если они в движении. Потому что, ну понятно, это все-таки травматическая процедура. И ребенка таскать после этого, там еще антисанитария не стоит. Пусть уж полежит где-то. Взрослому то же самое. И оказывается, вот почему Иисусу пришлось совершить это обрезание. Все мужчины, которые покинули Египет во взрослом возрасте, воинами, умерли в скитаниях по пустыне. Они вышли из Египта, были обрезаны. Но тем, кто родился после, во время скитания по пустыне, обрезаны не делали. Израильтяне скитались по пустыне 40 лет, пока они умерли все, кто ушел из Египта во взрослом возрасте воинами. Они ослушались Господа, и Господь поклялся. Не увидят они той земли, текущей молоком и медом, которую Господь, говорят с нашими отцами, поклялся отдать им. Ну и там много было эпизодов, я уж не буду перечислять, начиная с золотого тельца и много других эпизодов непокорства, упорности, за которого действительно Господь поклялся, что они не войдут. На смену умерших Господь врастил их сыновей, и теперь Иисус сделал им обрезание. А до этого, поскольку пути обрезания не делали, все они были необрезанными. Вот такая маленькая деталь. Когда весь народ был уже обрезан, и оставшийся встанье дожидался выздоровления, Господь сказал Иисусу, сегодня я снял с вас египетский позор. С тех пор это место так и зовется Гилгал. Ну, похоже на слово «снял позор». То есть, смотрите, израильтяне, собственно говоря, тоже были не совсем израильтянами, были необрезанными. В дальнейшем слово «необрезанное» будет таким презрительным названием всех прочих народов у них. Значит, все эти Хананеи, Амарии тоже, в принципе, могли присоединиться. Была возможность. Вот здесь еще раз такое напоминание. Всякий раз, когда начинаются межэтнические конфликты, к сожалению, история полна их примерами, и в настоящем они тоже происходят. Я уверен, будут происходить, когда будете смотреть эту запись. То мы во всем правы. Наш народ, вот он идеальный народ. А эти все мерзавцы, гады, сволочи. А тут, оказывается, мы, наш народ, собственно, и не наш народ, потому что он необрезан. Мы сами не дотягиваем до своего идеала. Израильтяне стали лагерем в Гелгалии. В 14-й день месяца вечером справили Пасху на равнении Близе-Ерихона. На следующий день после Пасхи они ели пищу из плодов этой земли. Пресные лепешки и жареное зерно. И с того дня, как они стали есть пищу из плодов этой земли, со дня следующего за Пасхой манна уже не появлялась. С тех пор не было израильтян манны. В тот год они питались урожаем хананской земли. Напомню, что манна, это описано изначально в книге Исход, это та пища, которая непонятно какая, непонятно каким образом, но возникала для них во время их странствий. И вот они уже в своей земле и, соответственно, готовы начать питаться тем, что в этой земле есть. Ну что, теперь уже в атаку. Перешли, всех испугали, отпраздновали Пасху, совершили обрезанный, кстати. А поскольку необрезанный человек не должен совершать Пасху, получается, что и раньше она, видимо, не совершалась. Ну, напрямую не сказано, но так как-то предполагается. Однажды, близ Иерихона, Иисус увидел пред собой человека с обнаженным мечом в руке. «Ты наш или ты враг?» – спросил Иисус, подойдя к нему. «А кто же еще? Никаких мирных жителей нет, да? Это война народов, столкновение народов. Значит, ты наш или ты враг?» «Ни то, ни другое», – отвечал тот. «Я вождь воинства Господнего, и поэтому я здесь». Воинство Господне, то есть ангельское воинство. И Иисус простерся перед ним по афнице и спросил. «Что Господин мой скажет мне рабу своему?» «Сними сандалии», – велел ему вождь воинства Господнего, место, на котором ты стоишь, святый Иисус, повиновался. Вот это совершенно потрясающий эпизод. Накануне боя за Иерихон. «Ты наш или ты враг?» – единственный вопрос, который на линии фронта можно задать. «А я ни то, ни другое. Я вождь воинства Господнего». Воинство Господне – это не вы, израильтяне. Это ангелы. И не думайте, пожалуйста, что вы прямо вот вместо ангелов у него теперь, что Господь за вас в том смысле, в каком будут множество армий в будущем писать на своих знаменах, на своих деталях формы «С нами Бог». Да, то есть Бог – это наше такое супероружие, на нашей стороне, конечно, воюет с этим. Да не с вами он. И не с противниками уж точно, да. Бог – это нечто высшее, это нечто третье. «Что мне сделать?» – говорит Иисус. «Немедленно там атаковать, наступать, обороняться, я не знаю, там жертву не к воздвигнуть. Сними сандалии. Ты вообще подумай перед тобой, ангел, ты топчешь свои обувью землю». Это древние обычаи. Вот еще Моисей снимал сандалии, когда ему являлся Господь в горячем кусте. Кстати, сегодня мусульмане снимают обувь в святом месте. Вообще очень логично, потому что обувь – это самая грязная часть нашей одежды. Мы ходим по земле и заносим грязь внутрь. Снимать шляпу – это знак почтения, но снимать обувь – это еще и знак чистоты. И вот ему ангел говорит, да ничего от тебя не нужно, успокойся. Ты просто вспомнишь, что в святом месте принято снимать обувь. Вот просто соблюдай правила определенные, очень простые. И мне кажется, это вот такое снижение этого пафоса нашей победы. Да, вот мы сейчас всех завоюем, мы сейчас все сделаем как надо. Сними сандалии и больше ничего не трогай. Господь управит. Вот это абсолютно прекрасный эпизод. Ворота Ерихона в то время были закрыты и заперты. Жители боялись израильтян. Никто не выходил из города, никто не входил в него. Ну вот такое состояние осады, да, осадное положение. Остается взять Ерихон. Об этом шестая глава. Продолжение следует... Продолжение следует...